Верьте в познаваемость мира. Наконец, само понятие познания неоднозначно. Что значит мы познали? Вот, например, прошлое мы познали, или мы сконструировали некоторую гипотезу о прошлом? Мы его знаем, или мы построили картинку? Прогноз погоды. Мы не можем его сделать больше, чем на две недели, но не получается, потому что физика явления не позволяет, там расходимости начинаются. Вот та же самая летучая мышь, быть летучей мышью. Горизонты. Я имею в виду космологический горизонт и горизонт черной дыры. Можно ли сказать, что мы же не можем познать, что там за космологическим горизонтом и внутри черной дыры? Но, тем не менее, это не мешает нам предполагать, что там что-то есть. Ну, наконец, проблема радикального перевода. Вы знаете, что тезис Куайна о невозможности радикального перевода. Если два человека совершенно разными языками владеют, то сколько бы они ни старались, они не смогут полностью отождествить смыслы слов, которыми они пользуются. Ну и там классический пример. Если вы показываете на кролика пальцем и говорите «кролик», то еще непонятно, что это такое, на что вы показали. На то, что в поле зрения появился кролик, и на то, что у кролика есть определенная часть, или на то, что он находится в определенном состоянии, там, допустим, мертвый кролик, да? Таким образом, сам процесс познания, мы должны помнить, что он, я написал, субъективен. На самом деле, нужно было, конечно, написать субъективно-объективен. То есть он отталкивается от некоторой объективности, но результат его субъективен. То есть у нас есть объект познания, есть субъект познания, да? То есть кто-то должен осуществлять акт познания. Субъективен. Субъективен.